Вольф Мессинг, это такой как бы человек был, он советник Сталина, обладал какими-то определенными способностями необычными, ну можно сказать, что это был отчасти оракул, пророк, ну в любом случае некто подключенный, то есть который был подключен к этому конформационному потоку, к проторе зачастую, то есть имел доступ к информации определенного толка, так можно сказать, что он ведал, как веды получают сведения, вот он тоже что-то ведал, вот и соответственно он намного чего поведал, то есть из-за того, что он там увидел. Это аналоги есть, то есть это вот как например, там был Сурков там у Путина, то есть это такие люди, они как бы обладают такими способностями высшего среднего, то есть предсказательные способности, ну из-за того, что у них просто там повышенная чувствительность или других особенностей, вот это вот как вот эти вот египетские боги, да, то есть изображались люди с особенностями, да, то есть у них собачий нюх, то есть что-то такое, да, кошачий взгляд, то есть это же никакие там не боги, да, это просто такие люди обретали такие способности, и вот как бы это вот такое их обозначение. Ну это в пределах опять же палеоконтакта, тут когда они проходят обучение, вот обретают такие способности. Некоторые, получается, это, ну в любом случае, это же обучение, оно может рождение быть, может ты переродишься, грубо говоря, то есть и получишь вот эти способности. Ну короче, у мессинга они как-то были какие-то, да, то есть там даже в любом случае что-то совпадало. вот ну и он значит такой много чур рассказывал это я услышал от семена от нашего любимого каббалистического дуэта это значит михаил семёныч лейтман то есть михаил михаил лайтман ну и собственность семён который изображает такого нерадивого ученика который ничего постоянно не может понять посмотреть переспрашивать задают одни и те же вопросы все время то есть это ну и такая модель сценического поведения поэтому один такой ну все-таки объясните как же нам соединиться между собой там и как же нас единицы потом с творцом там ну вот что мы ну короче тут такая методика у них просто подача данных вот да куда в довольно артистично и вот значит такой семён вот значит он про мессинг рассказал такой в чем же такой месседж от мессинга и вот мессинг говорит двадцать первом году появится учение там которая соединить все между собой то есть и образуется мир во всем мире то есть и я же говорит аж вздрогнул ну да вот и аж вдруг так это все про нас говорит семён то есть мы же говорим постоянно соединиться между собой то есть и соединиться с творцом то есть ну системой то есть целиком там как люси там ты где я я везде я совсем да то есть соединилась вот соединиться так это про нас такой значит вздрогнул значит каббалистов дрогнули грубо говоря да то есть там где-то ёкнулась наверно православных то есть потом язычники там вдруг там до сэма забегали побыстрее вокруг костра то есть марфуша села под елочку ну и потом начать эти папа поставили в огороде монолитов надежде получить этот палеоконтактный апдейт и вознесения то есть и в уэльсе вот где-то там в огородах америки в уэльсе где угодно значит карл надел корону надежде на коронарный эффект и мантию это как бы такая папа форме как магнитная история то есть надел кольцо суверенов управленное управление верой то есть вроде бы все ритуалы выполнены понимаешь то есть и все претендуют на новое учение то есть все-все-все ведут значит которые тоже обладают сведениями некими ведущие да то есть все начи такие вывезли значит надежды переизбраться такие тогда так это же про нас так и говорит такой семён и язычники нет про нас то есть православные нет это про нас иисуса пришествие там прочее прочее это же все наше родное второе пришествие то есть эти хотят тоже ну короче все хотят переизбраться что-то вот такое да идет такой сезон выборов грубо говоря евреи даже заранее подготовились все обстоятельно то есть они заняли исходную позицию то есть там где типа застала сила по легенде ну типа того да вот на той земле там они как-то что-то там они делали вот давайте мы займем исходную позицию и станем в качестве исходников и вот мы соответственно выйдем за рамки текущего представления мира получим некий пройдем некое обучение то есть прохождение вот это про обучение да вот этот моисей проводник проведет нам обучающий курс и мы значит поднимемся на вершину не горы сина или верхушку пирамиды и будем такие значит проводить волю господа то есть на землю грешную на синус да то есть через нас это будет проходить то есть мы станем как бы таким проводниками незаменимыми он типа того да то есть на эту на выгодную позицию мы посредники у меня же такая штука мы посредники то есть мы как бы слышим все тогда значит волю творца там и соответственно знаем куда двигаться цивилизации стать такой на на поток на канал то есть это вообще чисто банковская история то есть а транзакции снимать мзду то есть вот вот нормально все хотят то есть ну так что же это за вера такая что за учение такое интересная штука что соединит как что-то мне помню там ночью примирить там народы там еще что-то она будет принципиальная то есть ну так надо же тогда вот вот что да то есть как уж и за учение такое что нам увидел месяц на своей предтече предварительном течение данных о лепаратуре там не знаю там вот как бы уловил хотя честно говоря это все можно и математические вычислить логично то есть если найти синхроны то есть аналогия то есть увидишь системный язык ты видишь аналогии ты можешь просто чисто математически вычислить там что будет происходить потому что все тут очень ритмично расположена развивается по спирали а вот поэтому ну значит время нового учения то есть врождение нового вида то есть и прочее 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 то все можно вычислить то есть потому что здесь все закономерно а вот мессиных ну в чем месседж твой мессиных ну да да и в чем за место получается всего этого да то есть вот интересно ну это к вопросу о том значит кто должны быть эти новые духовники то есть свежие избранные ну потому что переизбрания в чистом виде я не вижу как варианта то есть понятно что у нас типа это пытаются привести в норму но дело в том что там все меняется то есть примерно так избранные тоже приносят сюда новые данные потому что у них там такая роль они становятся избранными то есть они готовы к Dong-team арфированию условно говоря то есть качественным ростом то есть и их их как бы выбирают то есть они как-то выбираются системой грубо говоря потому что значит пригодны к кетраморфированию то есть достаточно как для заготовки для болванки то есть чтобы допустим правда эти те и собственно говоря потом пройти этот курс обучающий метафорический пережить метафорическую смерть метафорически переродиться и в конце стать он же как ребенок он же ребенок вот эти у этого самого нарисован да то есть вас лицова он же но ребенок да то есть потом это связано как связано с квантовой системы со спектром верху с изменением спектра как-то связано с водородом то есть с изменением радиуса водорода и поляризации в том числе смена полюсов так называемый дату спин момента вращения то есть все это место будет даже даже это связано с членом на доске пророческом мультфильме от известного автора то есть ipad go ipad go it to то есть нужно просто вычленить оттуда это зерно или семя да то есть это вот это все вот надо все 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 соединять совсем и это вот нужно все совсем примирить то есть через некую некую коэффициент перехода меры вот а это не значит что мы соединиться между собой кажется хорошая штука а как же насчет всего то есть все совсем то есть увидеть эту квантово-зеркальную систему квантово-зеркальные приходы отражения призраки признаки то есть духовность вот это вот то есть одно в духе иного я высокодуховный я не ем мясо не ругаюсь матом и не пью спиртного то есть я высокодуховный чего чего по причем тут это одно другому не мешает но это не то а я я погладил котенка вы это значит я высокодуховный вот это нужно видеть систему просто как окна в духе другого то есть отражается это не вообще не про это то есть это все равно что любовь трактовать там типа вот как-то однозначно да типа вновь любовь я ой всех люблю всех люблю всем чмоки чмоки сердечки сердечки вот я высокодуховный люблю принимаю люблю принимаю принимает и ловлю лов то же слово лов так должен все ловить любительность до ловить ну лов улавливать сигнал такой быть таким как бы все все приемником примерно так частотный приемником то есть ловлю том что все это одно и то же на разной частоте времени вот в дурном все это улавливаете улавливать связи между всем и всем то есть на мой взгляд как и как качество должен обладать должно обладать новое учение в принципе то есть соединять все совсем то есть я чем мы сейчас попробую соединить вот значит смешать несмехуемые соединить несоединяемые да то есть как на чем держится земля на чем вообще содержится ну на трех слонах трех черепахах ну да на трех осях квантовых конечно то есть по 3 3 оси квантовые вот эти вот которые нарисованы атомарные да то есть атомы вращаются атом это же тоже три оси три черепахи три слона троица то есть вот три оси вот она и по ним значит а этот потенциальное вращение электроны где он может вращаться или слоняться вот три слона то есть пожалуйста вот можем так соединить вот так соединить эту легенду трех слонах на которых там земля оставить или чё там да вот вот с тремя осями квантовыми вот вот называется смирить примерить как-то вот с мерой да найти признаки одного в другом да потому на этом все стоит потому что это в основе лежит этого логическое основание логос то есть инцепция инцепшн то есть инцепшн начали то есть вначале инцепшн начало инцепшн то есть in значит асепшн это восприятие то есть вначале восприятие или как будто как было принято то есть вот чего делал восприятие то да то есть вот то есть начало ну так принято вот так принято инска такая внутренняя концепция инцепция То есть inception в начале было вот такое решение, то есть логическая основа, вот эта семерочка, то есть квантовая, в итоге преобразуется в ось квантовая, вот это все, inception в начале было слово, логическое основание, там же опять слово, там же опять связано с словом, то есть как это все обусловлено, с каким словом связано, то есть каким образом, каким словом. А образ – это Бог. Вот такой вот образ, эта схема, собственно говоря, она и есть как бы Бог. Схема была там образом Богом, в общем, короче, все одно и то же. Вот, потом еще можно отдельно разобрать. Вот, поэтому на этом все и держится, на таких вот правилах, условиях таких, вот логическое основание. На этом держится мир, потому что эта схема присутствует в каждом атоме. Вот, ну вообще во всем. И дальше, то есть принципов, любой принцип всего, то есть разных размеров кванта, развития общества, человека, спектр, там еще там что-то, ноты, таблицы Менделеева, семерки, все-все-все-все-все, вот это вот семя, да? То есть это вот примерно так. То есть вот, вот можно так связать. А вот я не слышал, чтобы так связывали кто-то из претендентов, которые там собираются как бы переизбраться и нести слово Божие. То есть вот это данный сценария, вот целесообразности развития общества, например, хотя бы. Как доверить-то, собственно говоря, вот это развитие общества? Если они не понимают, то не могут связать двух слов. То есть вот примерно так. То есть... Они это с собой всегда связывают. Ну да, 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 конечно. Так а в чем тогда, как, в чем тогда новое знание-то? То есть надо по-новому взглянуть. Потому что, а ничего страшного, чтобы вместе с Горьимовым новое учение, А Семен такой, значит, ну, трехтысячелетней свежести, грубо говоря, да? Так я бы сказал, законсервированная. То есть практически в оригинале. Они очень брендбук все соблюдают. Православные, там, язычники, там, веды. Все-все-все брендбук. То есть вот даже вот старобряцы, так это сразу, значит, это вот русскую рубашку, там, ленту на голову. Ну, борода до пупка, то есть вот, ну, все такое, да? То есть это, вот. И, значит, да, гусли в руки и в леса. То есть, ну, вперед, да, что называется. Вот. Ну, что тут нового-то? В чем предложение? Не могу врубиться, да? То есть, в чем новинка-то? Алло, ребята, а все еще новенького-то? То есть это фишка не первой свежести. А рыба может быть только первой свежести, как скажут. Вот. А это все, извините меня, уже, как бы, переработка, ну, как бы, вторичная. То есть нужно что-то оригинальное. То есть, ну, ребята, конечно, попытались некоторые перезабраться оригинальным образом. Думают, дай-ка мы возьмем за основу Кларк. Кларк, он же Артур Кларк, он же тоже там про, как раз, прохождение вот этого, ну, короче, прирождение. Рождение нового вида. И в конце там он же, но ребенок. То есть завис такой над планетой Земля, такой в таком коконе-яйце. То есть, ну, вот такое, да? Да, то есть это примерно то же самое, что вот он же ребенок, но только же ребенок у Васнецова. Да, вот это одно и то же. Ну, все по-разному. Одно и то же. Курственно показывает. Да, он же, он же, например, тетраморф или там как-то пятый элемент, распятый элемент, то есть мы вспоминаем распятие, да? То есть выпячивание, то есть, ну, там тоже самое сверхчеловек, лилуп, понимаешь, да? Это сверх ДНК, апдейт ДНК, такой сверх упал, грубо говоря, свалился называется, да? Потому что там тетраморф из пятого элемента, это один в один, то есть, ну, как один в один, это типовой процесс. Что это скрипт обучения, что тетраморфирование. Вот возьмем, например, картину Васнецова. Вот там начинается, берем через один, крестом идем, да? То есть крестом. Вот четыре в основании, четыре всадника, да? То есть это квантовый скачок, потому что там кони скачут, условно говоря, да? То есть вот, грубо говоря, идут закачки, скачки данных. Вот кони скачут. То есть квантовый скачок как-то, потому что они большие, это типа образы такие, в принципе, образы. Или духи, духи, да, духи, можно сказать. И вот, значит, первое, значит, отрицание, то есть это в плане принятия, ну, как бы, неизбежных данных, грубо говоря, отрицание. Отрицание есть и в вызове, то есть у тысячеликого героя, в этом скрипте тысячеликого героя прохождения обучения, то есть после вызова он там типа отрицает тоже. Не-не-не, не может быть, не хочу. То есть, ну, кто-то отрицает, наверное, кто-то нет. Вот, типа, например, оно настолько невероятно, что даже не верится, как правило, что это такое возможно. То есть она просто удивляет, что говорит, да нет, такого быть не может. То есть это тоже отрицание. То есть я бы сказал, что оторопь, грубо говоря, берет, только когда ты начинаешь видеть первые знаки, берет оторопь. Такой, да нет, да ну, что, что, прям вот так, что ли, серьезно? Да, вот отрицание какое. То есть не то, что не хочу, а просто, да не может быть. Такой, я не верю, говорит, а оно так и есть. И потом дальше идет обучение, ну, мы сейчас не будем касаться этого скрипта. Но коснемся этих коняшек, да, то есть этих женицов, там, этих жеребцов и прочего, да. То есть, значит, первый этот всадник, завоеватель, да, короче, значит, ему противоположность, отрицание, ему противоположность это принятие. Последний всадник. То есть тут отрицание, а там принятие. Смирение называется, смириться с ситуацией, с новыми данными, с новой позицией. То есть вот сейчас придется, ну, ты самая, гегемону, там, системному смириться с новыми данными, что теперь он не гегемон, условно говоря. То есть и как бы принять новые данности, уже жить по-новому, да, с учетом новых данных. Ну, и также каждого лично, то есть это вообще типовой процесс. Он что от человека, что от муравья до государства и вообще до вселенной. То есть это примерно одно и то же. Это типовой процесс. Значит, первый всадник – это противоположность последнему, то есть это как бы отрицание и принятие. И средний всадник 2 – это как бы сражения и переговоры, то есть торги. Вот. То есть это вот с мечом, который и с весами. Вот можно так их рассмотреть, например. То есть как противоположности. То есть крестом так они идут, просто расположено все. А вот в Лилу, например, в пятом элементе, там то же самое. То есть как бы, значит, Брюс Виллис, значит, это, значит, он противоположен этому Руби Роуту. То есть это один, как бы, одна противоположность. И этот самый ученик, то есть молодой ученик, этот самый, как бы, такой уже обмудренный, они тоже как бы вот противоположность, условно говоря. Вот. Ну, например, да, и, значит, ну да, вот это вот, вот такая вот связочка такая, потому что мы трактовки знаем какие, да, то есть когда нам идет смена полярности, мы можем вдруг неожиданно решить, что пора менять полы и меняем пол в итоге, да. То есть такая штука, поэтому нужно быть с этими трактовками аккуратнее. Вот. Ну, так что, вот, значит, тетраморф тоже тетраморф. Тетраморф присутствует и в Каббале, там, и в Православии тетраморф. То есть вот, и тут тоже тетраморф, то есть четыре в основе такие вот лежат, такие по краям, да, крестиком, вот эти вот противоположности. Вот как там, там тоже есть, там где-то орел, там, там буйвол, ну, короче, волчат такое, да, я уж не помню, животные какие-то. Тут то же самое. Вот тетраморф и сверху вот этот же ребенок. Он, кстати, вот часто так рисуется, в плане же ребенком, типа, он же, но ребенок, но перерожденный, условно говоря. Вот. И, как говорится, ну, вот, значит, переродился, он там переобучился, теперь он подкованный, он с книжкой сидит, да, с книгой жизни читает. Конечно, вот там вот такая данная приходит, книгой жизни читает, перерождается, и, как говорится, квантовое, дальше идет квантовое изменение кванта. Как мы можем поменять квант? Ну, это очень просто. Мы можем поменять большую частоту матрицы всей, да, одним махом, то есть изменим, ну, как одним махом, ну, как и махом, и размером, да, частоту. То есть махом – это мы меняем спин-момент, смену полярности правил так называемых, а размером, допустим, протона радиальным зарядом – меняем порядок. Все. То есть просто поменять один протон водорода, и все. То есть вся частота системы изменяется. Ну, опять же, она меняется не потому, что протон поменялся, а потому что так положено по идее, по замыслу, что меняется частота, а протон просто водорода, он просто как бы показывает это, и все. выражается вот на этом прото значение вот но опять же можно спорить можно не спорить то но вода-то стала крещенская постоянно дату с этим уже не поспоришь берешь замораживаешь воду она становится сияющей крещенской излучающая такая вода да то есть вот это вот как раз вторая фаза 1 фаза поглощающая в одна фаза поглощающая вторая фаза другая фаза это и спускающие излучающие сияющие вот как вдох выдох сжатия разжатия вот то есть она сейчас всегда вот такая когда излучающая сияющая вода так и называют при заморозке то что раньше было на водокресе или крещение вот такая вода святая вода то теперь она всегда такая то есть с этим можно даже не спорить это просто можно взять да проверить просто у кого желание потому что обычно там возникает как я эту книгу не читал но полный отстой да то есть типа того я воду не замораживал на тебе не верю минутки по того же звучит вот поэтому ну вот значит система изменилась вот все то есть вот я не вижу чтобы кто-то из кандидатов скажем так на переизбрание о чем-то таком говорил ученые частично говорят там где-то как-то то есть может бояться признаться то есть миронова говорит уже да днк меняется обнаружила вот и там тоже началось свечение центра с вами то есть ну как он таком да в клетках окей какие надежды на переизбрание то на каких основаниях передать хоть кого-либо то есть нет я не думаю что кто-то из ранее избранных будет из вообще за всю эту эпоху будет переизбран это все то есть как только система поменяла частоту то все все эти коды обнулились слетели то есть они недействительные то есть недействительные полномочия подключения то есть надо перезаключать договор на подключение то есть проходить снова переобучение получать новые целесообразности то есть целеполагание развития тренды какие-то до системные и системные требования и меня чистоту и все то есть про все сейчас обнуление идет все договоров всех и прочих прочих то есть на подключение тоже стал идет полное обнуление то есть и переподключаться вот так вот просто поставив так думать вот я повернёмся к ларку . космическое десея далеко так скакнули почему эти монументы появлялись в америке везде 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 ну потому что реально как обезьянки подумали так и давайте мы сейчас поставим монумент призовем сюда вот эту силу да то есть давайте вот символ такой поставил чтобы призвать эту силу сюда и которая подъемная сила мы и коснемся этого монумента и скажем вот мы готовы дать мы мы как бы высказываем готовность к переобучению то есть переизбранию мы хотим быть избранными то есть вот она типа а вот такая штука понимаешь то есть и все так пробовали и последний еще вас последняя жалкая попытка была уэльсе по моему даже после этого вот и все то есть они пробовали 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 не сработало не сработало понимаешь а не работает как-то да то есть у евреев тоже не работает эти самые тут тоже сколько церквей не строй а духа не приходит то есть типа того то есть нет они скажешь придет дух там придет еще все пытаются подмазаться но суть такая что я не не вижу ничего такого то есть какого-то внятного объяснения всему происходящему то есть какой-то ясности то есть и вот поэтому и вот это даже смешные попытки переизбраться ну сели бы тогда уже под елочку правда что повторить успешный путь настеньки впасть в супер позицию супер состояние да и в итоге то есть пройти это метафорическую смерть и получить дары и принести эти дары людям там и стать как бы таким одаренным условно говоря получить куда некую одаренность дары до грунта быть а какой-то дар вот ты будешь этот талантливым вот этим там сталкиваем певцом там или там еще там кем-то или поэтом писателем ученым там предсказательным лекарем пекарем токарем ну короче что-то будешь быть собой игрок уровень уровня бог его от называется от бога вот типа того да то есть мастер от бога талант то есть вот эти вот игроки уровня бог то есть египте тоже это боги так это просто люди которые получили вот после переучения вот такие вот навыки и стали как бы вот такого божественного уровня ты одаренная условно говоря что такое необычное то есть выше среднего вот все куда хотят стать богами понимаешь я по поводу переизбрания еще вот нему спешно пока ты говорил стать избранными это же по сути когда какое-то учение избирается в качестве основа то есть когда она но она становится основой которая объясняет происходящее в мире ну в основании да да и в этом смысле ученые они даже ближе начинают подбираться к квантовой суперпозиции да 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 очень осторожно но все равно ближе тут как-то очень с такими старыми трактовками да это же общий образ то есть это образ мышления типа того вот то есть это он как бы ну превалировал условно говоря образ мышления то есть это вот точно нужно смотреть выше на высшую точку зрения выше я выше ай так называемый глазик на пирамиде вот это вы уже которых центр уходит на самом деле да то в сердцевине потому что между между это верхушка есть такая прослойка да то есть это верхушка то часть сердцевины то есть эфирная одессе уже непосредственно то есть это его относится больше проектной зоне то есть к проектором то есть здесь уже непосредственно воплощение проекции вот нижней части раме для это вот я подумала еще это как нео соединить с кьяну ривзом сказать но он же был да 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 например да вот да да в плане селекции в этом смысле это это мы же про избрание говорим вот он кто кто это актер или это образ который прописан или что это это то что это что появляется уже то это в эфире то есть это ну понятно что все эти наши авторы там они черпают ровно оттуда же откуда все происходит то есть из одного и того же места вот ну через свои трактовки поэтому значит просто пришло время этих образов ну типа того вот и все вот там все это происходит в информационном пространстве в этом закономерном развитии сюжет на сюжетной линии то есть время проявляться вот опять вот этим всем но теперь уже на качество новом витке вот примерно так потому что путь тысячеликого героя нео прошел в полной мере то есть он получил увидел это код ну словно как бы связь вот это вот но там конечно изображено так интересно с числами такими а так он увидел уил просто вот этот связки да то есть код мироздание да вот то есть да ему там прошел обучение какие-то испытания еще прочее 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 и в итоге это становится новой архитектурой новым архитектором вот она новая архитектура это прежде всего она обитает в воздухе для всего для всеобщего то есть это как знак велес как математический знак для всех всеобщая вот такое вот всеобщая то есть витающая вот мнение точка зрения там сюжетная линия то есть еще 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 то что такое поэтому да ученые ближе всего сейчас то есть к этому ко всему но задача в идеале соединить все все времена за эпоху собрать и начиная черепахи то есть откуда называлась легенды про черепах почему там т3 опять же да как-то связано с квантовыми осями строится так вот троица православную то есть тоже треугольничек такой да и если нарисовать там прочертить по нормалям то получится та же самая квантовая ось вот в этом смысле да как раз вот все учения которые если говорить о соединить все то это тогда не одно какое-то нет всего взять из всего так же как мы допустим когда исследуем язык его смысл и значение мы берем из разных областей из разных языков и соединяем это и открывается что-то новое вот оно получается новое сборки всего на ученые близко но они все равно даже дошли до своего края то есть до стены плача стены края до потолка до рубежа рубежа науки то есть об этом очень хорошо в сериале задачи трех тела сказано как раз тоже вода протон водорода перри перепрограммироваться в конце концов это как бы закат человечества то есть западная стена твой закат как вида до цивилизации вот просто вот все они а потому что они не видят связи то с них получается между атомами а у них пустота но тем не менее пустота а но почему-то есть электромагнитным малое электромагнитное воздействие пустоте или в чем то есть как через что нужно электромагнитного воздействия уже среда для передачи данных какая-то какая там пустота то интересно то есть а что что находится то есть ну вот все мы будем мы приходим к тому что весь мир это голограмма аналогичная к изображению на мониторе значит где-то источник сигнала и все бла-бла-бла-бла дальше 95 процентов во вселенной у них темная материя то есть у них пустота в голове из у них и темнота в голове тоже темная материя темно это не проявлено ну что это такое тогда это что это такое может быть а это вот информационное пространство то есть она вообще вокруг то есть мы находим мы находимся в виде разрежений я бы так разряда поэтому в виде разрежений в этом в информационном таком пространстве находимся видят такого архитектуры грубо говоря такого вида к аналогичная как бы этому самому изображение на мониторе я смотрю на монитор очень хорошая аналогия когда для того чтобы проявиться он необходим как среда каждый пиксель он проявляется в соответствующий момент определенным значением вот этих переменных да нет никакого фиксированного значения но как можно сказать связаны ли пиксели на мониторе между собой из как они связаны например с процессором который посылает сигналов и да действительно сейчас у меня монитор темный и там пустота но это вакуум наверное объяснение научных да вот они же он же не горит там там в информационном поле то есть в этом или как в образном поле информационном поле то есть там где все вот эти степени свободы хаоса то есть не по порядку все порядке хаоса и прочее 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 там же там же каждый кадр то есть он там хранится и все что было есть и будет то есть все 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 это общее хранилище вот и там можно увидеть любой кадр то есть любого героя персонажа в любой момент времени то есть он там присутствует даже пусть в таком браунском движение вот и неевклидовой геометрии прочим 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 то есть совмещая все совсем то То есть там можно увидеть каждый момент времени всего чего угодно. То есть поэтому это такое большое хранилище. Да, вот там лежит, потому что все. Вот вся база данных там лежит, все это образы. И между этим, значит, между этой базой данных, то есть винчестером, хранилищем и еще чем-то, да, и воплощенной историей, то есть конкретным кадром, момента. То есть есть некая программа вывода данных, грубо говоря, в эту голограмму. Вот, то есть существует эта программа, то есть время как механизм, это понятно, разархивирование всего, то есть, точнее, расстановки по местам, условно говоря, то есть причем как в глубину, то есть от часа к секунде, да, то есть и также в линейку еще по спирали. Вот это время разархивировать эти данные, раскладывать по местам, расставлять эти кадры, логическую историю какую-то, да, вполне себе. То есть где ты можешь начать пить чай и закончишь пить чай, в отличие, допустим, от пятой фазы сна, то есть это образное пространство, где ты можешь начать пить чай, а закончишь пить кефиром, например. Что такое вообще? То есть, ну, что-то совершенно другое. Там все очень так меняется, вообще очень произвольно достаточно может меняться. Можно фиксироваться. Там есть хорошие, приятные кадры, есть кадры неприятные, они легко смахиваются, то есть буквально так не хочу смотреть, все и нету. А здесь более фиксированная история. И вот, то есть там все это, то есть там можно удерживать фокус, то есть можно там создать себе какой-то оазис, там еще что-то, то есть это свободная такая достаточно территория. Вот. Ну, а мы здесь находимся в таком странном состоянии, то есть в виде таких вот точек, вот в этом таком информационном супе, да, вот примерно так. Вот. Поэтому, соответственно, есть у него, конечно, управляющий сигнал какой-то, то есть который раскладывает все именно таким образом, то есть выкладывает. Вот у нас куда новое учение должно копать. То есть каким образом это проявляется, связать это образное пространство, связать миры в том числе. Мир иной, информационный, да, информационный, то есть с электромагнитной индукцией, инсы, интуиции, там еще там чем-то, инициации, то есть с индикацией, то есть информации, все это инсы. То есть, ну, самое главное, что это передача индукционная наводками на мысль, то есть тебе мысли какие-то наводятся, приходят, да, то есть откуда нам приходят мысли, вот-вот, вот все это нужно связать, вот к чему признано, на мой взгляд, должно быть признано это новое учение, то есть рассказать совершенно в ином порядке, то есть используя современную терминологию или аналогию, то есть освежить нужно вот это все, то есть чтобы это было не такими вот древними образами описано, а современными образами описано, вот освежить это, применяя электронику, там еще там что-то, то есть эфирные технологии, там грубо говоря, да, то есть как можно продать систему там, ну вот так через Wi-Fi роутер, соединившись с центром обновлений, вот соответственно, то есть наша задача тоже продать систему таким же образом, то есть соединившись с центром обновлений, вот типа того, для этого нужно, конечно, карта перехода, карта соединения какая-то, то есть настроиться на частоту, почему же мы не слышим голос творца, по разной причине, потому что мы, как бы, на него, ну может быть, не настроены, а даже если настроены, мы не понимаем эту речь, поток не понимаем, то есть поэтому нужно изучать язык тогда, системные творения, это все, код, матрицу, код нужно учить, код, вот, и все, то есть тогда ты будешь понимать все это, и, соответственно, будешь и настроен, и понимать, о чем речь, а так получается, да, можешь настроиться, там, а там идет вещание на хинди, такой думаешь, ну отлично, ну поймал волну, а что говорят, непонятно, поэтому нужно учить язык, да, тут тоже самое, учиться, 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 то есть сейчас, значит, раньше подключались, как завещал великий Ленин, Ленин, да, то есть раньше подключался всем к электричеству, к току, а теперь нужно подключаться к потоку в плане просвещения, там просто в плане освещения, а тут в плане просвещения, нужно подключаться к потоку, то есть к току другого порядка, вот поэтому вот мы еще пытаемся растолковать все это дело, да, нужно подключаться к потоку, ну чтобы, грубо говоря, в плане просвещения, обучение или еще учение свет, не учение тьма, то есть это постоянно, всегда так, то есть поэтому вот хочешь просветиться, стать просвещенным, подключайся к потоку, Для того, чтобы подключиться к потоку, соединиться с ним, должна быть техника соединения, подключения, то есть все используют разную технику с разной степенью эффективности, с разной пропускной способностью, соответственно, попадают в разные сегменты этого информационного пространства в зависимости от этого и прочего, прочего, прочего. Я предлагаю прибегнуть к универсальной технике, то есть к основе всего, как Лайтман говорит, что голос Творца во всем, то есть голос, он же обратно переведен в схему голоса, ну вот логос есть, те же самые буквы, только немножко переиграть по генетике. Вот, соответственно, то есть это есть в каждом кванте, этот принцип, да, то есть этот принцип нужно держать в голове, воссоздать на уровне, допустим, нейросинаптической схемы в головном мозге, вот, и таким образом ты получишь такую большую антенну, то есть связи, примерно так, да, коммуникации. Вот она коммуникация, и все, ты уже будешь как бы на волне настроен, на одну волну настроен. Теперь осталось изучить язык, как бы, чтобы понимать, общаться нормально, и все. Да, то есть вот вся техника, то есть просто современные аналогии, как вот подключиться, да, как же мне выйти в интернет, может быть мне сесть в медитацию, там, или еще там как-то, ну можно, конечно, то есть, ну, просто вот это современные аналогии. Кстати, медитация, это тоже рассуждение, да, то есть это не просто там, типа, вот я сижу, ничего не делаю, я сижу, рассуждаю, размышляю, это связано опять с мышлением, с образом мышления, и как же это связано, да, с темплами, где вот эти вот в Индии мыши вот эти вот большие, да, такая большая мысль. Храмы, это темплиеры, темплы и храмы мыши, да, что это такое. Да, как это связано с мышлением, то есть, думаю, что это связано с мышлением, процессом мышления. Давайте-ка мы изобразим это как мышь, да, то есть размышления, то есть, и вот эта мышь, которая тоже расколола яичко-то, да, то есть, расколола яичко эго, примерно так, да, то есть, вышла из Египта, да, то есть, эго, из образа мышления, то есть, текущего, вот, хвостиком. Сумбурно, конечно, но, видишь, на потоке оно так себе примерно и получается. Не сумбурно, просто это слишком плотный информационный поток, вот. Да, его еще нужно будет разбирать, раскладывать по частям, объяснять, объяснять переходы, логические связи между собой, то есть, это, как вы говорите, было бы желание, да, то есть, кому-то узнать эти связи, то есть, объяснять, почему одно, как оно одно отражается в другом, то есть, как-то, фильм «Авалон», то есть, как попасть в Авалон, да, туда приводят только призраки какие-то, то есть, а что такое призраки, призраки на язык, призраки или духи, то есть, призраки, что это такое вообще? Признаки, то есть, вот, что это такое, то есть, как одно, такая признательность, вот, называется, нужно быть признательным, то есть, нужно признавать все, то есть, увидеть признаки, вот, да, они призрачные, то есть, это тоже связано со зрачком, но это нужно увидеть, вот, с озрачностью, ну, с видимостью, да, то есть, вот, это нужно все увидеть, то есть, как одно выражается в другом, как отражается, потому что в Авалоне, например, были тоже призраки, они как бы бегали там по зеркалам по стеклам там не забрать изображая отражение примерно так то есть почему светлые белом такие девочки бегали сестры вот иначе то они только проводят вавалон ну соответственно вот это седьмой уровень игры опять же почему 7 вот соответственно то есть кого все это нужно связывать все произведения творческие какие-то народные приметы еще ну короче все совсем в идеале то есть человек высокодуховный или высокообразованный и владеет этим языком хорошо то есть понимает по финичным этим языком то есть у него все связано то есть у него весь все мир собой нужно связать но это могу ли можно научиться так бы было бы желание то есть нужен просто принцип подход по ним понять это ко всему то есть не не рассказывать не ловит как каждый раз фишки системные до а научить их ловить рыбку савата системная да то есть фишки системная то есть как принцип то есть вот что-то такое вот нужно вот этот научить когда апостола андрей спаситель essa пытался научить ловить системные фишки а вот не как не поносадапа funito не просто расскажи нет и апостол андрей пошел на тебя отправила спаситель на обучение вот там крест идсик на нём потом пято-десято еще пройди весь этот курс обучения потому что это нужно тоже пройти лично то есть грубо говоря чтобы стать таким как бы а потом тоже можешь рассказывать подумала о чем повисеть это же как когда начинаешь размышлять зависаешь да ой слушай ну тут с это с остановкой мысли то есть это значит попытки вырваться за рамки разума ума то есть это нужно ввести значит мозг дедос атаку вести у циклические циклическую задачу поставить его на петлю грубо говоря цикличная задача там да то есть то есть чтобы но одно от зациклить его зациклить или как-то луп лупы закольцевать да да отвлечь и в этот момент ты тогда типа у тебя начать здесь остановка мышления потому что мозг заняться за этим вот вычислением господа помолимся господи помилуй господа помолимся господи помилуй и все из сэмпл заработал и господа помолимся господи помилуй господа помолимся господи помилуй а сам этот момент ты пролетаешь мимо то есть отвлечь стражу называется египетскую стражу отвлечь понимаешь вот этого типа того вот образы мышления мозг мозг как стражи и ты соответственно то есть тогда можешь подняться повыше то есть вырваться из его рамок потому что мозг заняться таким вот как зачарован вот это значит под гипнозом находится но в этот же момент кстати можно и мысль так как вложить подсознание человеку то есть ему нужно ввести цикл часиками покачать перед глазами да вот это же ввести цикл гипноз и тогда можно его в нему чем-нибудь внушить это тоже момент такой интересный вот засунуть туда ну чем-нибудь заману как там как угодно да вот так что вот как-то так то есть опять же вот в чем сообщение мессинга дата чем мысль что мессинга то есть но новое учение двадцать первом году то есть ну там странно что вместе он точно дат не давал как говорится да вот там допустим там он как бы говорил что будет происходить потому что это действительно довольно сложная штука то есть понять как бы тут точную дату вычислить ее поэтому там примерно типа того ну как бы так да то есть можно конечно математически это выслать логически но вот эти вот кто те кто как бы чувствует интуитивно не логически владеет только интуитивной такой чуйкой вот они чувствуют в одну во-первых да можно прочувствовать на себе то есть например на тогда ты можешь прочувствовать некие события если ты подключен к этому к информационному проторе то есть к информационному потоку предварительных данных вот ты соответственно то есть может еще события не случилось это его почувствует то есть ты идешь по информационному вот этому то есть по информационной подложке которая управляет воплощением его соответственно ты можешь по по ней там продвинуться дальше прочувствовать события заранее вот но это не всегда опять же то То есть это надо понимать, что ты можешь принять сигнал очень странно. То есть это как пресловутый случай у меня, да, то есть это с масками связано. То есть как это масочный режим-то? То есть в 19-м году вдруг захотел почему-то купить кивермаску. Вот такой аналог того, что называется вычленить, да. То есть или старая система, то есть иначе получается некая старуха с какими-то, пардон, отвисшими, ну, короче, да, с сисьями, да, и система, то есть, а связать с темой, с темасис, то есть чтобы тему сисиси раскрыть, да, то есть это темза, то есть это вот то же самое, да, то есть тема и исис, и вот, пожалуйста, и система, вот тебе и тема. Это надо иллюстрировать, Андрюш, там просто, когда словами говоришь, это так пролетает, и как бы никто ничего не успел понять. Но если ты видишь этот образ этой старой системы, старухи с сиськами, это книжет, все. Это ржака, да, да, которая, причем, у которой там изображено, что типа прошла как бы, ну, она пристала... Закончились у нее месячные, да. Да, ничего нового породить не может, бесплодно, да. Ничего нового породить больше не может. То есть вот так, вот с масками у меня тоже с вами вышло, кибермаска, думаю, зачем мне кибермаска, что за ерунда такая. Я просто на себе словил эту штуку, вот эту предтечу, и, говорю, не прошло и года, то есть и все, пожалуйста, все в масках ходим, то есть, потому что вот, а заранее словил, вот так примерно, ну, в таком виде странном искаженном. Вот, и это было, кстати, был намек на то, что нам нужно двигаться в кибернетическую больше историю, тематику, да, кибернетику, вот. Да, Лайтман, Михаил Семенович Лейтман в прошлом же кибернетик, вот, он тоже с кибернетики пришел. Есть кибернетики КГБшные, то есть бывшие КГБшные. Я думала, на этой как раз основе и просек тему-то. Да, да, да. А я еще по поводу 21-го года. Мы привыкли, что сейчас там идет 24-й год, а был 21-й. Но даже Семен, он же ведь знает, что у них календарь другой. И как это он так привязал-то вот себя со своим другим календарем к тому летоисчислению, которое принято, например, в части мира. Тоже странно. А вообще, мы с тобой говорили про время вчера, да? И на каком языке это година? Да? Украинском. И вот эти вот часы, когда они? Когда пробил час 21? А еще 21, это же ведь то, что мы с тобой говорили, да? Это королевский салют. Да. И это не такие прям вот числа, которые не связаны непосредственно с годом. У каждого он может быть свой, 21-й год. Ну, как 21. Ну, как мне... Просто я это к чему все говорю. Я к тому, что привязывать к конкретному году конкретное учение, про которое он говорил, год тут, может быть, еще есть такое выражение, и дольше века длится день. И это же про то, что и 21-й век, он может быть этим временем, когда пришло это новое учение. То есть это и не про год. Да, да. То есть тут очень много всего, что не стоит сводить до определенного какого-то значения, которое принято в части мира. Ну, он связал век с годом, даже месяц кому сообщил, да? То есть это он связал век, 21-й век с 21-м годом, годиной, то есть в том числе. Вот. То есть вот и все. То есть вот там про вот это вот, про относительность времени, почему в точке сингуляции или, допустим, горизонту событий в черной дыре время уплотняется, там отдельный выпуск запишем с часами, потому что это прям оно того стоит. То есть понять, почему плотность времени разная, да? То есть в часе почему-то 60, грубо говоря, минут, а ты всего лишь один час, то есть уже, да? И почему тогда как-то связать с тем, что чем ближе к точке сингуляции, горизонту событий черной дыры, тем время течет по-другому. То есть как бы то ли быстрее, то ли медленнее, для кого как, условно говоря. Потому что час, проведенный, грубо говоря, там, это все равно, что будет год, наверное, проведенный там здесь, на дистальных районах. Вот. То есть время сжимается, как бы уплотняется, то есть вот здесь оно раскладывается на секунды, ну, сечется на секунду, на кадрике. А там все это вот уплотняется и выглядит, как это смазка времени такая, такой поток энергии такой, типа того, да? Такие все, потому что кадры смазаны между собой, непрерывно текут. Вот. А здесь оно все прям по кадрикам рассечено, каждый кадр отделен от другого. Как-то набор фотографий. Вот. Опять же, для набора фотографий, для чего нам нужно, для чего нам нужна фотонная система, то есть, да, чтобы разложить все по кадрам, по фотографиям. То есть, грубо говоря, вот такой, короче, такая печать. Фото-печать. Фотонная печать. Вот светами фотона, то есть, фотонная печать, да, то есть, она прям импульсами выдает, порциями, и все, вот мы видим каждый кадр отдельно, как фотографию статичную. Два соседних кадров уже динамика, но сам по себе каждый кадр статичен. Хотя, как он статичен? Даже вот в этом каждом кадре электроны вращаются, поэтому это все равно как бы живое фото, то есть, в некий период времени, сейчас модная тема, живое фото, то есть, такой фрагмент движения такой. Прум-прум. Вот. Вот. То есть, пока, грубо говоря, протон водорода, то есть, электрон вокруг протона водорода не сделает один оборот. Вот один кадр, например. Но это отдельно, это уже, это тема такая, что там квантовая физика, ученые, то есть, это уже более продвинутая история. Или, например, связать, каким же это образом они пытались вырваться из эго, сталкивая частицы в коллайдере адронном, как яйца на Пасху, да, условно говоря. Это же одно и то же, то есть, по сути-то, то есть, попытка вырваться из эго, вот там, что-то такое, то есть, вырваться за границы, дальше, за рубежи науки. Вот. Ну, вот, пока ничего не вышло. То есть, ну, открыли там бозон Хиггса, дальше что? То есть, все это основа, то есть, в итоге выяснилось, что частицы – это всего лишь уплотнение энергии какой-то, грубо говоря. Ну, отлично. Уплотненное почему-то набор волновых потенциальных параметров вот в таком виде, то есть, вибрацией. Вот, пожалуйста, то есть, мы все состоим из вибраций, то есть, мы ничем не отличаемся от изображений на мониторе. Один в один, только немножко в большей мере. Ну, вот, кстати, про уплотнение и плотности. Часто я слышу, когда говорят, там, цивилизация такой-то плотности, цивилизация такой-то плотности, да? Ну, и вот я через все, на все смотрю сейчас через нашу схему логоса, через цветок. Я тоже понимаю, так вот она, цивилизация такой-то плотности. То есть, мы берем цветок и начинаем создавать из него определенную конструкцию, вращая его определенным образом, отражая, и получается цивилизация определенной плотности, которая несет, ну, плотность информации у нее такая. То есть, плотность информационного потока, вот, и ее архитектура этой цивилизации, вот она такая. И через эту плотность и архитектуру этой цивилизации можно воспринимать определенную информацию. То есть, вот, например, цветок как основа, который у нас нанесен на прозрачном, на прозрачный пластик, он, ну, вот, как бы, такая первоначальная плотность, да? А чем больше мы его умножаем, тем больше плотность, и тем больше информации он содержит. И тем больше можно создать каких-то на нем, ну, увидеть образов, да? Ну, да, сетка расширяется, расширяется сетка, да. Уплотняется, расширяется, сочетается между собой и прочее, прочее, прочее. Наслаивается, вот, и получается конструкция. По сути, вот эта схема, это можно назвать схемой точки, то есть, ну, как бы, вот, основу, да, точка. То есть, пиксель мироздания, грубо говоря, такой потенциальный или квант мироздания, то есть, у нас квант сознания, квант мироздания, то есть, это вот, как кубик Рубика, то есть, вот такая вот, оно же легло в основу кванта в посчислении сейчас, то есть, вероятности, да? То есть, мы вычитаем не конкретные значения, а вероятности, оперируем вероятностями. Вот это квант вероятности, то есть, пожалуйста, то есть, все это одно и то же, но в то же время это точка, целая неделимая точка, потому что состоит из семи квант, это неделимое значение, атом неделимое значение, то есть, вот все это. Отсюда поговорю, почему семь, да? Почему семь цветов радуги, спектр, почему семь дней в неделе, семь периодов таблицы Менделеева, то есть, семь нот, ну, короче, да, почему семь, то есть, почему семья, почему я есмь и прочие-прочие всякие связанные с семеркой аллегории. Вот, и, значит, ну, разворот пространства и сворачивание пространства, то есть, нужно понимать, что все это проекционно, да, то есть, как, например, человек отбрасывает тень, да, свет не светит, отбрасывает тень. Соответственно, как тень распознать человека, да, то есть, нужно подняться в мире, то есть, попробовать состояние тени распознать человека. И надо понимать, принять свою теневую сторону, сказать, что, типа, ну, я тоже тень от чего-то большего. И вот, соответственно, искать, где, где у тебя, в какой проекции, в каком срезе нужно, грубо говоря, двигаться, да, то есть, если здесь тень, это, как бы, связано с пространством, то следующий срез, это, собственно говоря, уже со временем связан, ось времени, вот, поэтому получается, что здесь вот любое событие, вот любой кадр это как бы тень, проекция от грядущих событий условно говоря, от чего-то более непознаваемого то есть мы движемся в сторону более непознаваемого а типа будущее от нас как бы скрыто то есть грядущее, то есть поэтому мы соответственно понимаем, что мы лишь находимся сейчас в состоянии тени, то есть того, что будет то, что будет, оно находится ближе к сингуляции то есть в более высоком состоянии находится хотя бы даже по набору объемов данных и соответственно оно отбрасывает тень на текущее состояние твое то есть вот примерно так то есть называется принять свою тень то есть стать тенью на позицию тени вот, а так это что получается источка, точка то есть разворачивается в отрезок отрезок разворачивается потом в квадрат все это прям, все это так пространство разворачивается в квадрат, например ну или некую плоскость, потом некая плоскость разворачивается, квадрат разворачивается, допустим, в куб. Ну, можно, конечно, треугольником обойтись. Да, в объем, да, куб, значит, разворачивается в гиперкуб. Вот уже, то есть куб кубов. Вот, то есть с изменением меры. Грубо говоря, причем не просто размера, не длина отрезка, а именно как бы изменением меры. То есть добавляется еще новое измерение. То есть не линейное, допустим, а допустим плоское. из плоского, объемное, из объемного, соответственно, сверхобъемное, сверхъемкое, то есть значение прочее, прочее, прочее. То есть, вот так они сворачиваются, разворачиваются, проекции, поэтому нужно всегда искать, что ты тень от более высокой проекции какой-то. И вот, соответственно, то есть, ты просто находишься в состоянии, допустим, объема, то есть, вот это трехмера, и думаешь, хорошо, а где же тут тень-то? Вот ты тень, а где же исходник-то? То есть, вот это всего. То есть, в чем суть-то этого гиперкуба, то есть пространство-вариантах? То есть, ты уже переходишь, соответственно, на линию времени, понимаешь, что как бы все события между собой связаны, вот и вот ищешь связи, там, видишь связи сценарные какие-то и прочее, прочее, и понимаешь, что то, что сейчас вот, допустим, ты делаешь, грубо говоря, это определено уже тем, что ты сделал, ну, или сделаешь, точнее, сделаешь, вот, да, а по сути ты уже сделал, то есть, потому что все между собой связаны, вот и получается, что вот все одновременно, то есть, примерно так, ну, с разными частотами, как бы, которые образуют состояние одного и того же в разное время, и они образуют пространство и прочее, 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 но это отдельно большая тема. Мы говорили, что мироздание содержится на трех слонах, там, и что там, да, из трех черепах, то есть, в трех осях, ну, неважно, да, то есть, почему слон-то такое, священное животное, ну, условно говоря, да, то есть, и как-то связано с палеоконтактом, то есть, и с картиной Микеланджело, да, как вот слон связан с картиной Микеланджело рождения Адама, вот, пожалуйста, вот такая задача, да, то есть, если претендует на роль нового учения, вот, надо связать все это, да, то есть, видеть связи, проложить, если ты не можешь проложить, да, проложить дорогу, только или там провести, говорю, аналогии, то какой-то, что называется, проводник, да, должен проводить аналогию в том числе, то есть, вот проводник, вот он, иначе, куда ты проведешь, то есть, не можешь связать двух слов, ну, вот, как Микеланджело связан с палеоконтактом, это рождение Адама, касание, и при чем тут слон, вот, в чем логика, то есть, такая была игра на ТНТ, в чем логика, вот связь увидеть, логическую связь, ну, вот, значит, слон, грубо говоря, то есть, там, касание, прикоснуться или прислониться, то есть, к чему-то, то есть, примерно так, причем тут слон, нужно прислониться, такое, ага, прикоснуться к слону, вот, примерно так, прислониться, что это такое, к слону прикоснуться, поэтому вот такие ставим себе слоники и вот их можно, конечно, к ним прикасаться. То есть это вот, например, типа того. Прислониться. Отлично звучит. Прислониться. Ну вот. И то же самое, например, как обезьянка прислонила руку к этому самому коммуникатору связи, к коммуникациям, в плане палеоконтакта к этому монолиту, мифическому, философскому камню или еще там чему-то. То есть она тоже прислонилась, прислонить ладонь, прислонила ладонь к нему прикоснулась. Вот они все связаны. И еще как прислониться к чему-то большому, необъятному, необъяснимому. Да, да, да. И как это изобразить? Как к большому прислониться? Ну слонок давайте что ли нарисуем. Он большой. Да, да, да. К большему, в большей мере, к большему потенциалу и прочему, 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 да. а плюс ко всему у слона как бы подходящий параметр, типа большие уши, то есть имеющие уши, да услышит, соответственно, да, вот тебе, пожалуйста, а у слона большие уши, да, и у него хобот любопытный, как у Буратино, то есть он не тупорылый, как поросенок, почему там евреи не едят, арабы свиней, потому что там пятачок тупорылый, там рыльца такой, да, вот, а у слона как бы там уго-го, очень такая штука, хваткая, то есть, поэтому подходит по всем параметрам, уши большие, сам большой, то есть у него есть хобот, как у Буратино нос такой любопытный, там, типа можно там проникнуть этим хоботом куда-то, да, вот, такой достаточно, и прочее, прочее, ну и вот называется прислоняйся, да, то есть вот прислониться, в этом смысле, как, это же связано еще с непорочным зачатием, то есть чатом, да, то есть, грубо говоря, чат, то есть зачатие, то есть зачатиться, то есть не зачатиться, зачатиться, да, то есть и в том числе оно связано с непорочным зачатием в плане перерождения, то есть когда обновляется ДНК, через касание, чат, обратно тач, касание, вот, это все между собой связано, то есть, и, соответственно, то есть даже вот картина Микеланджело, она больше похожа на правду, потому что там пальцы близко, но не касаются, то есть это как раз символизирует вот типа того, что вот от верхушки пирамиды и верхней, там, есть как бы к нижней пирамиде некое такое воздушное пространство, типа того, то есть между сердечником и обмотками, то есть при наводке тока, потока, а в нашем случае наводки на мысль, то есть есть некая такая, как бы, ну, простая, ну, какая-то прослойка, да, такая вот, то есть не прямое касание, а методом передачи данных удаленной, вот, такая вот штука, да, то есть такая связь через, допустим, через время и еще там через что-то, то есть как из центра, из сердечника, то есть вот по сердечному каналу такая вот, нужно это уловить и, соответственно, то есть передается на обмотке. Вот такая коммуникация, то есть, грубо говоря, поэтому нужно прислониться, прикоснуться, прислушаться, то есть условно же большие уши, значит, нужно прислушаться, то есть настроиться на частоту, то есть, ну, это уже отдельная история, да, то есть, поэтому вот в плане прислонения, то есть, есть вот такая трактовка, как бы, аналогичная, просто вот-вот, пожалуйста, связали, грубо говоря, ну, поскольку все это связь, то есть настоящий связник должен все связать, грубо говоря, да, схемник, имеющий схему, да, то есть вот. Сразу же наглядный пример. Вот-вот-вот, это, пожалуйста, вот, ну, свяжите все со всем, например, вот это вот этим, то есть вот свяжите там, как бы, какой-то, павел контакт, удаленная там, настройку на все, условно говоря, да, то есть с квантовой схемой основной, то есть и прочим, и вот с этим сам прислонением, и прочим-прочим, то есть вот. Так что, как-то так, вот если мы говорим про слоненка, да, еще, еще интересный момент, то есть после перерождения, грубо говоря, да, то есть когда он же становится ребенком, он же ребенок, то есть, это, вспоминая сказку «Спокойной ночи, малыши», в сказке можно покататься на луне и по радуге промчаться на коне, то есть тоже на конец, да, то есть мы к этому вернулись, со слоненком подружиться и поймать пирожар птицы, вот, пожалуйста, то есть, в чем суть, то есть после, то есть, когда проходит это обучение, что сны становятся настолько реалистичными, то есть оно превращается в некое сказочное пространство, такое, вот где там возможность совершенно невероятные вещи, то есть, ну, в том числе это просто так выражено, вот, и ты становишься как будто как снова как ребенок, который ложится и видит сказку, вот, но уже в взрослом состоянии просто по-другому относишься к снам, то есть качественные изменения отношения к сновидениям, понимаешь, что такое пятая фаза сна, причем тут распятие, то есть почему, как, значит, интересно так, это быстрая фаза сна, то есть, значит, более высокочастотная, то есть, что такое сын, сны, сны, то есть примерно так, и причем тут сон и сын, то есть причем тут фаза сна, отец и сын, фаза и сон, да, то есть вот, типа того, и ты просто, ты понимаешь, что сказка-то и существует, правда, она существует, то есть, каждую, грубо говоря, когда ты пересыпаешься из одного состояния в другое, вот, в пятую фазу сна, более высокочастотную, то есть ты, соответственно, там, где время по-другому течет, поэтому глаза бегают, парадоксальная фаза сна, потому что там глаза бегают, то есть, и получается так, что туда улетает, ну, условно говоря, душа, можно так и назвать, да, то есть, потому что нам глаза намекают на связь, глаза зеркало души, условно говоря, отражение, да, то есть, они уникальные, и они там, соответственно, в пятой фазе сна бегают, то есть получается, что душа, она уходит туда, и там видит, там видим картинки, и тут картинки, то есть вот в этой фазе сна, дневной, дневной сон, да, грубо говоря, вот, солнечные дети, у нас тут такой дневной сон, то есть, который называем, типа, бодрствованием, условно говоря, да, то есть, на самом деле, это самый медленный сон, вот, и, а там самый, нам быстрее гораздо сон, поэтому там видно, что время течет по-другому, из-за этого вот пока сохраняется связь, образно говоря, да, то есть, вот, и поэтому глаза начинают быстро бегать, и мозг работает активно, вот, это потому, что это как другая фаза, и время там течет по-другому, вот, но связь сохраняется, и глаза ведут себя странным образом, вот, а потому что тут мы видим картинки, тут видим картинки, то есть, довольно статичные, а там видим картинки, то есть, куда более динамичные, вот, это тот самый Авалон, пятая фаза сна, то есть, мир иной, информационный, то есть, вот, там, ближе к сингуляции, то есть, как угодно можно назвать пространство, то есть, когда мы пересыпаемся, собственно говоря, каждую ночь, вот, и ты относишься уже по-другому к этим сновидениям, то есть, ты относишься не просто как к сказке, да, а просто как к этому пространству, то есть, такой же мир, но иной, то есть, там иные законы, то есть, ино вообще информационный, и вот, соответственно, образно, и вот ты по-другому относится к сказке. Опять же все это связано с радугой, то есть найти себе ребенка или киндера, то есть это стать другим видом, кандем. Другим видом тоже, вот это тоже все связано между собой. Время с толком, проводите время с толком, как с толком провести время, то есть причем тут толкование почему тут разговор как толк ток пишется как толк то толк толк по-английски да то есть считается как ток и причем тут поток условно говоря да вот толочь в воду вступили в плане поступления данных ступа растолочь в ступе растолковать воду в ступе ну пожалуйста время проведена за разговором то есть за причем поговорить с богом ну с образами или духами да вот тоже примерно так с разговором есть бестолковые разговоры а есть толковые то есть содержащие что-то больше то есть толковые они содержают еще внутри какой-то ток или поток вот без толку бестолковые то есть как бы они у них нет содержимого внутреннего содержания на потоке не на подключить не на потоке записываем и это явно видно что это поток да и написаны записаны подкасты на подключке это все равно что оригинал картины то есть от него как увеет неким потоком то есть примерно так то есть грубо говоря там слова они больше чем кажется то есть у них еще невидимая такая накрутка то есть которая обладает своей частотой то есть сочетание слов там тембров интонации пауз ну короче всего-всего это кода кодовые слова код такой вот и а он сам по себе еще как это самое как говорится электричество течет не по проводам да то есть даже если по проводам то есть по проводке то все равно то есть она может течь может не быть просто проводка там никакого потока нет толку ни какого только только не только не туда пустые слова то есть пустая проводка это как бы пустое времяпровождение называется Алексей провести с толком то есть пожалуйста вот на потоке записаны толкование как приемные данных этих все прочее когда особенно когда мы располагаем или разговариваем то есть как есть заговоренные значения скрытое вот а мы некоторые значения разговариваем, снимаем этот заговор, все любят теорию заговора, то есть вот, пожалуйста, раскрываем заговоренное значение, они же загадки раскрываем, еще там что-то, то есть вот, это примерно так, как это, разговорить заговоренное, то есть растолковать значение, что и что, то есть объяснить толково достаточно, вот, это такая ремарка про провести время с толком, но ведь там же еще проводка времени то есть время это состояние определенное то есть ты проводишь высокое состояние то есть это связь через время там что связываешься грубо говоря с той с тем источником где очень высокая частота времени то есть как 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 это самое как в фильме интерстеллар то есть туда ближе к точке сингуляции и оттуда ты проводишь опять же проводник там грубо говоря что он проводит куда он проводит что заводит вот эта вся история вот и ты соответственно просто проводишь более высокочастотные данные условно говоря подключившись к этому к источнику более высокого порядка и сюда это дело заводишь грубо говоря или проводишь неважно когда вот такой проводник потому что это вы чинели свои каналы подключения так каналы вот откуда не вещают а ну на у нас свой канал свой канал есть поэтому вот надо не с него вещаем вот соответственно чей канал выше то есть там говорится больше толку да то есть это высокочастотное время то есть она содержимое точнее вот этого этих слов то есть потому что слова это все резать проводка вот такая достаточно простая вот это же вот а там есть же вот это вот намотка вот это самое главное содержимое вот но что такое опять же провести время то есть это как связать получается до разные состояния то есть поэтому мы состояние того образа мышления заводим сюда таким образом проводим то есть более высокое состояние поэтому в этом смысле то есть это как-то сама про лечить систему то есть как тесла лечился током но он конечно брал включал в розетку штепсель браунча два провода и на язык да то есть лечил себе током да или как то есть высокочастотным током лечил себя так вот это апдейтил систему лечила пролечивание такая пролечка то есть именно вот этим подключением к потоку более высокопорядка в плане рассуждения то есть или размышлением он подключался больше и больше как бы возносился в образе мышления подключался к этому высокочастотному источнику апофеничному и вот соответственно то есть как бы пролечивал систему себе образ мышления грубо говоря вот таким вот образом то есть вот как он себя лечил этим током то высокочастотным потоком то есть он он не не 50 тысяч вольт там в ладони хватал нет то есть он как раз вот именно этим током потому что если мы вспомним подключение к току 24 года и какого-то было то есть горло то есть это в плане допустим освещение то сейчас подключение к потоку в плане просвещения то есть это следующее 24 что же по моему год и был сейчас я посмотрю там смотрю то есть это про про систему пролечить или проучить вот примерно так то есть переобучить проучить доучиться это в плане обучения потому что там вот реально то есть как бы оттуда куда более высокочастотные знания там находится вот поступает вот источник то это самое ядро там куда тест тесла грубо этом проникал каждый раз то есть получал свои знания себя интересующе вот соединившись с вот этим вот источником знаний данных вот соответствую то есть вот вот и вся пролечка то есть грубо говоря то есть и сама это проучка тоже вот про учение потому что если мы говорим что учением и practiced на учение тьма она же и горим про просвещение то соответственно вот источник просвещения нового порядка это раньше этого источник освещение чтобы книжки можно было читать да то есть условно говоря удобнее было читать вообще все стало более видно то теперь чтобы получить некое ясновидение то есть иного порядка то есть нужно подключаться уже не просто к току хваток потоку вот вот таким вот образом именно так вот можно ну рассуждениями там еще еще техники подключения прочее 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 поэтому вот влиться в поток называется быть на потоке или быть на волне то есть поймать эту волну вещания то есть и собственно оттуда считать какие-то данные вот написано что план гайл-ро был принят 22 декабря двадцатого года 1920 года 1920 года ну да ну да у нас 22 короче все вот это сейчас прям тоже ты пошел с двадцатого года с двадцатого года да то есть началась эта канитель да проявлено даже паде на в плане системы социально-политического устройства мира вот в том числе поэтому вот такая история то есть хочешь быть просвещенный просто подключайся к потоку вот или там чтобы быть более ясновидящим чтобы было ясно видно да то есть примерно так прояснить ситуацию то есть тоже нужно подключиться к потоку там там как там как бы все растолкует ведь поток все растолкует грубо говоря все разговорит расскажет объяснит потому что система такая интерактивная с вопроса вопрос ответа задаешься вопросом получаешь ответ вот но он приходит как как наводка на мысль то есть наводится мысль определенным образом ситуации воссоздающиеся или просто так можно поддерживать сценарно вот например и потом дается разъяснение или просто приходит мыслись это простой вопрос тебе нужно получить ответ и тебе в голос раз приходит ответ или куда такого чистого знания ну это как бы подключен непосредственно непосредственно к источнику знаний просвещения то есть а если ты подключен посредственно то через посредника то тогда там может быть там всякое то есть слышится какой-то голос там такой типа или там допустим появляется какой-то образ то есть виде архангела михаила там который тебе там что-то рассказывать это через посредников вот интерфейса непосредственно просто приходит чистые знания есть вопрос есть ответ откуда приходит но вот оттуда то есть из центра знаний из центра обучения то есть из источника знаний вот из ядра знаний то есть зонки территории более высокого порядка более высокого потенциала где заложено все более высокого потенциала то есть там где например находится суперпозиция здесь на зона как бы отрицатель отрицания то есть это как бы электроны говорят то есть плане суперпозиции протон это как бы более высокий потенциал а электрон это уже непосредственно то есть как бы один выбранный вариант потому что протон это допустим все варианты вместе взятые суперпозиция а электроны то что-то одно вот выбранное вот так что вот так добавочка